всем привет друзья вы на канале sky top games и это новости эвремы множество вопросов касаемо нового обновления системы диет игровых механик дорожной карты новых видов динозавров мне поступило в последнее время сегодня мы попытаемся их немного разобрать как я и обещал вам в прошлых новостях по системе диет что это приблизит эврему к жесткому сурвайву так она в принципе и вышло конечно же я ждал полноценного выхода всех имеющихся на данный момент динозавров в игре чтобы их каждого по отдельности потестить и полностью разобрать систему диет но увы разработчик решил каждые 2-3 дня после выхода известного теста к юалитиас раундс выпускать динозавров по одному чтобы мы все максимально прочувствовали систему диет на каждом отдельном виде я немного разочаровался но все взвесив в принципе это логично так как после выхода теста остались некоторые проблемки в игре стало не хватать кустов для игроков так как их поначалу по картам раскидали очень мало и была недоработана система так называемого статуса вашего динозавра которую теперь можно наблюдать в меню самим статусом роста дина у кого-то неправильно даже показывались статистики после приема нужной пищи для диет вот поэтому на тесте и появился сначала дриозавр в дискорд разработчиков стало поступать максимальное количество отзывов тех или иных ошибок и в принципе все это быстренько поправили и внесли корректировки с выходом на тест тенантозавра сейчас уже даже стегич в игре есть но я его еще не испытывал на системе диет и так что же мы увидели конкретно после выхода теста там мы прочувствовали насколько во время теперь будет тяжело выживать и играть для всех динозавров это теперь борьба за нужный нутриент чтобы максимально быстро расти и быть сильным как мы видим в меню роста появился статус и предпочитаемая пища а также местонахождение этих вкусняшек луга равнины и состав меню вашего динозавра входят три основных элемента которые нужно искать есть чтобы вырастить большим и грозным придерживаясь этих нутриентов будет начислен некоторый баф к росту то есть скорости роста баф на улучшенное зрение ночью баф к улучшенной системе запахов вашего дина а также баф на хилл поначалу с выходом на тест повторюсь было очень мало кустов с нужными ингредиентами для дина сейчас их больше и выживать легче объясню новая колоночка справа в игре появились три указателя тех самых нутриентов при их полной заполненности ваш динозавр имел шикарную диету но игроки столкнулись с большой сложностью некоторые бегали искали нужные ингредиенты по несколько часов только одного тенантозавра чтобы вырастить нужно было потерять около шести часов игрового времени это при том что тенантозавр имеет полный рост до фула всего за три часа но и здесь вроде случилось чудо разработчик подкорректировал систему и теперь нужно иметь хотя бы один ингредиент чтобы вождина не рос по шесть часов но на остальные системы жизнедеятельности это пока не влияет так что еще лучше и ешь то что положено да конечно обычные кусты смородины с карты никуда не исчезли вы можете ими питаться сбивать голод с травы и на лугах до 21 процента вашего желудка и кстати говоря если вы не будете соблюдать те самые диеты вы не умрете но будете слабым игровым персонажем ведь в реальности нам тоже нужно кушать мясо либо есть много манной кашки чтобы вырасти большим и сильным ну шутки шутками идем дальше определенно все то что ты увидишь по запахам тебя накормит но предпочитаемая пища куда важнее если начнешь питаться какими-нибудь грибами получишь галлюцинации спазмы мышц это приведет к трате твоего здоровья и получить перелом костей даже свалившись с небольшого пригорка шансов будет предостаточно в общем запоминай идеальная диета и нутриента сто процентов к росту и большой баф к другим статусом нормальная диета 2 нутриента 50 к росту средний баф к другим статам плохая диета один нутриент рост будет но все же небольшим и чуть дольше положенного думаю пока что на этом нужно остановиться и перейти к системе визуализации и просадок fps в игре как и обещали это все в принципе исправлено только взгляните теперь на восходы закаты солнца во время это выглядит великолепно свет и отражение исправлены и смотрится теперь довольно хорошо исчезли просадки игры при взглядах на густую растительность вдалеке fps стал не бегать как сумасшедший и придерживаются планочки 50-60 я бы даже это стабильно оптимизированным назвал вот только что не хватило при этом новшестве так это ночного зрения хоть глаз выколи действительно игра заточена под хоров но если конечно ты не играешь с решейдом цвета наркоманской радуги ты понял о чем я к сожалению при выходе теста можно отметить еще один минус который меня не порадовал это маленькое количество серверов сейчас их уже четыре и туда с легкостью могут попасть все желающие как я и говорил на стриме что через дня два-три ажиотаж потихоньку умолкнет сделают еще пару тестовых серверов к непонятным вещам можно отнести еще для чего нужно было делать тенантозавра именно адолта искусственным интеллектом который так и норовит вас убить устроить охоту ну ладно юта а и но мы же не тестим хищей большой плюс который я отмечу и заметил касается именно этого искусственного интеллекта боты стали в сто раз умнее они спокойно могут сожрать ваши кусты с нужным для вас нутриентом привлечь ваше внимание к примеру как я замечал то нонта встает на задние лапы и начинает спамить криками и завидев это ты думаешь что это игрок вашего вида до подбегаете к нему но в миг вас начинают убивать сейчас скажешь sky это игрок я скажу нет это не игрок разработчики четко сказали искусственный интеллект будет в разы умнее и опаснее границы карты расширились карта изменилась на ней стало больше различных равнин и лугов порезали многим надоедающие джунгли добавили на локации маленькие озера или даже болота на локации south east недалеко от реки если идти на север можно найти на лугу ту самую трясину где вы конечно не утонете но скорость вашего дина будет низкой и прыжки в ней не работают вода стала более мутной по приближению болот и самое шикарное что в будущем нас ждет можешь увидеть на данном скриншоте думаю здесь объяснения не нужны а теперь представь насколько еще опаснее будет подойти даже к маленькому болоту или озеро видишь грязь и лужу а это дейна зух на тесте многие могли столкнуться с квадратными деревьями кокос манга что майнкрафт нет господа посмотрите на это великолепие а здесь насколько чертовски изменится мир эвримы и системы диет по поводу системы диет для хищей могу сказать что разлагающиеся трупы и гнилая плоть кости в будущем будут иметь очень пагубные последствия но не для всех динозавров скорее всего здесь отсылка к троадонам которые должны войти в мир эвримы с шестым патчем под названием ночной террор и вот вам еще одна фишка того что многим наверное не хватало перенос пищи травоядными ну и напоследок разработчик нам показал в официальном дискорд канале некоторые новые анимации церратозавра который пока что стоит как я его называю в хранилище на дорожной карте ясно одно они переключились на этого игрового персонажа ну а если я где-то что-то упустил пишите в комментариях вообще пишите в комментариях что думаете о новом тесте о будущем эвримы обязательно ставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал ну а впереди вас ждет еще много интереснейших новостей всем пока пока